Наша жизнь изменилась навсегда. Наука, религия, то, что мы ходим в длинных черных плащах, и виной этому матрица. Объяснить, что такое матрица, невозможно. Ее нужно увидеть. Но эти люди пытаются... Да. Матрица это... Не знаю, смогу ли я ответить. Это не я. Вы меня не слушаете. Разница между реальностью и... Я не думаю, что это... Да. Это было... Как далеко вы готовы зайти? Человеку снится, что он бабочка, или бабочке, что она человек? А у нас много времени? Да. Я должен объяснить, что такое матрица. Но это невозможно. В действительности, матрица это научно-фантастический фильм, который заставил зрителей подпрыгивать на липких креслах в кинотеатрах и открыл для них совершенно новый мир кино. Итак, подключаем USB кабель к разъему в затылке и готовимся войти в матрицу. Меня спасла матрица. Первый фильм «Матрица» вышел на экраны в 1999 году и был столь успешен, что за ним последовало два продолжения, массовая компьютерная игра, девять мультфильмов и тысячи интернет-сайтов. Он также стал золотой жилой для производителей длинных черных плащей, сутан и солнцезащитных очков с полусферическими стеклами. Когда вышла матрица, все как будто с ума посходили. В этой программе мы выясним, как матрица изменила наш мир, как она повлияла на жизни отдельных людей, вдохновила нас на новые научные открытия и заставила задуматься о природе реальности. Мы расскажем о революционных спецэффектах, которые изменили законы тяготения и остановили время, и увидим, как компьютерная графика плавно перетекает в досконально продуманные сцены с кунг-фу и сложные трюки. Да, это потрясающе. Мы попытаемся разобраться в моде матрицы и в том, почему поколение бесправных подростков облачилось в кожаные плащи и темные очки. Мы расскажем, как матрица позаимствовала стиль у католической церкви, а церковь воспользовалась этим, чтобы привлечь молодежь. Мы отыщем истоки матрицы в японской анимации и комиксах, вдохновивших режиссеров. Мы увидим, как научная фантастика матрицы превращается в научный факт и поговорим с исследователями, которые были под таким впечатлением, что теперь работают над тем, чтобы подключиться к мейн-фрейму. И мы ответим на главный вопрос этого фильма. Какова вероятность того, что мы живем внутри компьютерной симуляции? Поговорим с нашим специальным корреспондентом, который проверяет реальность. Здравствуйте, я Дэвид Айк. Фильм «Матрица» поразил всех. Хотя, когда журнал «Эмпайр» делал анонс лучших фильмов 99-го года, «Матрицу» упомянули лишь вскользь. Ну, вроде, вышел и вышел. Первая «Матрица» переписала исходный текст голливудских блокбастеров, сочетав в себе подростковый страх, вечную борьбу зла и добра и восточную философию с зубодробильным кунг-фу. Когда люди увидели «Матрицу», они были поражены. Все просто обалдели. Это была настоящая революция в области кино. Они выбрали удачный момент. «Матрица» стала отражением времени. Тут и напряжение приближающегося тысячелетия, и распространение виртуальной реальности и компьютеров, и возможность ошибки 2000-го года, все те вещи, вокруг которых было столько паранойи. Киану Ривз отлично подошел на роль Нео, спасителя человечества и последней надежды постапокалиптического кошмара. Земля захвачена машинами-роботами, которые используют людей, как живые батареи для производства энергии. Они воткнули в них трубки и внушили им общую галлюцинацию, похожую на реальность. Я думаю, многие аспекты были заимствованы из научной фантастики. Таких фильмов немало. Заслуга «Матрицы» в том, что она объединила их все и произвела на свет нечто лучшее. «Матрица» вышла за рамки научной фантастики и расширила аудиторию, рассказав о борьбе за равновесие технического прогресса и духовной жизни людей. Это не столь далекое будущее. Я думаю, принимая во внимание реалии современного мира и скорость технического прогресса, «Матрица» и другие хорошо сделанные научно-фантастические фильмы уже не кажутся нелепыми и притянутыми за уши. Они рассказывают о том, что действительно может случиться. Итак, если фильм прав, мы будем лысыми, сонными и жить внутри компьютера, не зная об этом. Давайте посмотрим, как люди «Матрицы» оказались в подобном кошмаре. Во-первых, машины стали умнее, из-за отсутствия лени, усерднее и успешнее, чем люди. Во-вторых, человечество не обрадовалось тому, что его сместили с вершины. В-третьих, люди решили уничтожить то, что не смогли понять, и закрыли небо тучами, чтобы лишить машины солнечной энергии. В-четвертых, машинам это не понравилось, и они поработили людей и превратили их в живые батареи для производства энергии. В-пятых, для облегчения процесса они создали для людей виртуальную реальность, решив, что она должна быть похожа на Сидней в Австралии. Далее в программе. Как стать похожим на Киану Ривза? Как уворачиваться от пуль и подсоединиться к компьютеру, не выходя из дома? К моей нервной системе подсоединены 100 электродов. Меня спасла матрица. Успех блокбастера измеряется несколькими способами. Например, можно выяснить, сколько блоков разбито. Другими словами, сколько билетов продано. А можно выйти на улицу и посмотреть на людей. Есть ли на них та же одежда, что и на героях вашего фильма? Значит, вы молодцы. Матрица – очень стилизованное кино. Ее мода и стиль оказали огромное влияние на культуру. В «Матрице», несомненно, есть шик, который отличает ее, скажем, от Бака Роджерса или «Звездного пути» и других таких фильмов. Несмотря на широкий выбор виртуальных оттенков, обитатели «Матрицы» предпочли один классический цвет – черный. Персонажи выглядели строго, но властно. Много кожи, черного цвета и отражающих поверхностей. Я бывал на собраниях, где все были одеты, как Нео, в длинные черные кожаные плащи. Выглядит это впечатляюще. Черный – это стильно. Он хорошо смотрится. Еще один важный аксессуар «Матрицы» – пара солнцезащитных очков. Темные очки есть во многих научно-фантастических фильмах. А очки… Я целый месяц искал очки, как у Киану Ривза. Зрители всегда смотрят актеру в глаза, чтобы понять, что он чувствует, что он думает, напуган ли он. И темные очки – отличная вещь, когда эмоций быть не должно. Запутались? Вот пара советов, как стать похожим на Нео. Его внешний вид складывается из тщательно сбалансированных компонентов. Во-первых, старайтесь не показывать эмоции. Сам костюм позаимствован на 25% у злодея из вестерна, на 35% у угрюмого подростка и на 45% у католического священника. Плюс дорогие дизайнерские очки, которые нужно носить постоянно, независимо от освещения, и даже в них спать. Одну минуту. А при чем здесь священник? Черные сутаны появились много сотен лет назад, задолго до Матрицы. Это отец Джонатан Мейер из епархии архиепископа Индианаполиса. А еще его называют отец Нео. Когда я только стал священником, принял сан и начал носить черную длинную сутану, меня прозвали отцом Нео. Когда я надеваю сутану, я хожу в ней по улице. Всегда говорят, что она мне идет, что я круто в ней выгляжу. Возможно, из-за этого я решил сходить на Матрицу. Заинтересовался феноменом. Нео боролся со злом. И священники борются с грехами и злом. Что касается концепции другого мира, то с точки зрения христианства другой мир тоже есть. Это новая жизнь. Мы говорим о лжи этого мира, об обмане сатаны. Здесь много сходства. Пока отец Мейер проводит параллели между Библией и Матрицей, его посетило божественное вдохновение. Почему бы не использовать влияние Матрицы для того, чтобы привлечь молодых людей в лоно церкви? Он надел сутану, сфотографировался для плаката и назвал свою компанию «Католическая церковь-перезагрузка». И так духовенство решило привлечь людей с помощью одежды. В первой реакции, а сначала я показал плакат епископу и представителям духовенства, которые ничего не знали о Матрице, я показал им плакат и спросил, что они об этом думают. Первое, что я услышал, было «Нет, мы не знаем, что это, это не наше». Но когда я показал его молодежи, им понравилось. Они были не прочь так одеться, заполучить эту вещь в свой гардероб. Матрица настолько поразила отца Мейера, что он теперь не выходит из дома без фирменных очков Нео. Длинное черное одеяние всегда производит впечатление. Матрица использовала то, что было у церкви уже 2000 лет. В 1999 году уже были спецэффекты, и изощренные киноманы считали, что знают их все. Но режиссеры «Матрицы» подняли компьютерную графику на такой уровень, что поразили даже самых циничных кинозрителей. Компьютерная графика существовала и до этого, но еще никто не использовал ее так, как братья Вачовские. То Киану медленно откидывается назад, и пули, пролетающие мимо него в замедленном движении, это было сенсацией. Подобного еще не было. Это была революция. Поклонники комиксов и японских мультфильмов, братья Вачовские, решили скрестить технологии анимации с кадрами с натуральным движением. Режиссеры хотели поразить зрителей необычными визуальными эффектами, и они реализовали свои планы с помощью руководителя отдела спецэффектов Джона Гейтера. Это помогает раскрыть персонаж Нео. Мы видим, что он может творить чудеса, преодолевать препятствия, делать то, на что способен только сверхчеловек. А как вы перемещаете камеру, когда Киан улетит вниз? В начале была концепция реактивных саней. Совершенно нереальные концепции автоматической системы камер. Вы даже представить не можете. Магнитные рельсы, самая быстрая в мире железная дорога. Наконец, их осенило. Одной скоростной камерой здесь не обойтись. Возьмите несколько камер, окружите ими Нео, а потом смонтируйте кадры в последовательный киноряд. Создайте зрелищный компьютерный фон, придумайте броское название, и можно стрелять. В пяти сценах с пулями в первой матрице фон виртуальный, то есть полностью сделанный на компьютере. Сейчас столько спецэффектов, технологии развиваются, и зрителя все труднее удивить, но им это удалось. Говоря о наследии матрицы, конечно, это сцены с пулями. Это первое, что приходит на ум. Ее спародировали все, кто только мог. Это верно, все. Даже наша команда. Матрица — это компьютерная реальность, настолько убедительная, что люди не могут отличить ее от настоящей. А насколько мы близки к созданию подобного мира? Ответ сидит в мозге, заключенном в шлем виртуальной реальности, так как этот мозг принадлежит эксцентричному гению, работающему в этом направлении. Он создает виртуальные миры уже более 20 лет и не собирается отдавать матрице лавры. Меня зовут Джерон Леньер. Я изучаю виртуальную реальность. Я придумал сам термин «виртуальная реальность». Я уже долго над этим работаю. В наши дни, говоря о виртуальной реальности, в большинстве случаев мы имеем в виду нечто вне нашего тела, то, что создает иллюзии внешнего мира, например, очки и перчатки, что-то в этом роде. Первые очки виртуальной реальности появились много лет назад. Это классический шлем, созданный в начале 80-х. Как видите, он довольно громоздкий. А какой он тяжелый! Боже, сколько лет я его не надевал! Вот как все это выглядит! К сожалению, внешний вид очков и перчаток сильно не изменился. И все же друзья и родственники вряд ли заметят, если вы наденете на обед этот крошечный прибор виртуальной реальности. Мне кажется, я похож в нем на утконоса. Это первое, что дало нам возможность перемещаться внутри виртуального мира. Это был настоящий прорыв. Но даже при современных технологиях один элемент матрицы воссоздать очень трудно. Это человеческое лицо. В данный момент это лучшая версия агента Смита, созданная наукой. Люди знают, как выглядит человек. И за дня в день мы изучаем человеческое лицо. Мы смотрим в глаза, смотрим в народ. Очень трудно воссоздать человека, не имея пространственной записи его движений. Пространственная запись людей это сфера Джерона. Визуальные алгоритмы машин помогают нам распознать мимику. С помощью компьютерных программ Джерон фиксирует выражения человеческого лица и воссоздает их в компьютере. Его цель – преодолеть пропасть между виртуальными людьми и человеческими лицами. Это наглядная иллюстрация того, как трудно показывать людей людям. И чем совершеннее вы хотите сделать картинку, тем больше хлопот. Чем ближе к финишу, тем труднее. Крестный отец виртуальной реальности, Джерон, рад, что «Матрица» раскрывает эту тему, но считает, что недостаточно полно. Они выбрали боевые искусства, но почему они не превращаются в животных или в музыкальные инструменты? Во что-нибудь интересное? Всегда одно и то же. Слишком много драк, недостаточно превращений в необычные предметы. Персонажи «Матрицы» действительно не превращаются в музыкальные инструменты, но могут превращаться в медицинские. В фильме «Матрица. Перезагрузка» Нео спасает умирающую Тринити, делая ей прямой массаж сердца. Мы не сможем повторить процедуру из «Матрицы», где он массирует ей сердце. Но это виртуальный мир, и если там можно летать, то операции изнутри там тоже возможны. Доктор Браун еще не научился превращаться в поток зеленых японских иероглифов и засовывать руку людям в грудь. Но он придумал, как использовать виртуальную реальность для обучения врачей и хирургов. Святой Грааль виртуального мира это сегментация. Сегментация дает возможность различать типы тканей. В виртуальном мире, если вам нужно осмотреть кость, вы можете снять с нее мышцы и просто осмотреть. Компьютерные программы доктора Брауна представляют трехмерную модель человеческого тела и позволяют хирургам осмотреть каждый слой кожи, кости и органы по отдельности. Очень скоро мы сможем делать виртуальные вскрытия. Не нужно будет вскрывать трупы в медицинских лабораториях. Так что, если вам хотелось пощупать чей-нибудь желчный пузырь, виртуальная реальность поможет вам осуществить эту мечту. Мы можем воссоздать эластичность разных тканей в компьютере, чтобы научить врачей различать ткани на ощупь. У виртуальных технологий большое будущее, потому что выиграют пациенты. Здесь, в Стэнфорде, уже есть виртуальная операционная, где можно тренировать различные процедуры, что в других условиях невозможно. Я думаю, в этом наше будущее. Вы устали жить на борту грязного космического корабля? Вам надоело есть безвкусную смесь протеинов? Значит, вам пора в матрицу. К ней легко подключиться. Вставьте кабель, входное гнездо на затылке, устроитесь поудобнее и наслаждайтесь иллюзиями. В целях безопасности, пожалуйста, не подходите к австралийцам в черных костюмах и очках и не нарушайте законов физики. К сожалению, наука еще не усовершенствовала интерфейс разъема на затылке. Но вот человек, которому так понравилась идея подключения к матрице, что он придумал свой способ подсоединиться к машине. Он подключил свою руку к компьютеру. У Киану Ривза были вживленные разъемы, через которые он мог подсоединять свой мозг к машине. Для меня мини-матрица это 100 электродов, подключенных непосредственно к моей нервной системе и соединяющих ее с компьютером. Для виртуального воссоединения с машиной Кевин пережил реальную и болезненную операцию. Вы представить не можете, насколько здорово быть в матрице. Это мир, где вы счастливы. Вы не услышали особого энтузиазма? Вы ошибаетесь. Вы подсоединяете свой мозг, свою нервную систему к машине и становитесь с ней единым целым. Имплантаты Кевина позволяют ему обмениваться сигналами с компьютерами. До полного растворения в матрице еще далеко, и пока Кевин использует технологии в бытовых целях. Мы соединены со всем домом. Если я два раза щелкну по лампе, моя нервная система отправит сигнал и свет зажжется. Я повторю это для тех, кто смотрит нас по телевизору. Оставим Кевина выключать свет и обратимся к тем, кто вошел в матрицу из собственной спальни с помощью обычной клавиатуры и джойстика. Игра «Матрица» вышла одновременно с фильмом «Матрица. Перезагрузка». Теперь люди могли не только проигрывать события, которые они видели в фильмах, но и создавать свои собственные, исследовать Вселенную. Сначала игра вышла на консоли. Затем в 2005 году появилась массовая версия игры, сетевая игра, объединившая игроков всего мира через интернет. Обычно в сетевые игры играют 5, 6, может, 10 человек одновременно. В массовые сетевые игры играют сотни и даже тысячи людей. Стивен Рейт, контент-менеджер другой массовой игры «Город героев», которая позволяет игрокам жить в фантазиях из серии «Матрицы». Я думаю, после просмотра «Матрицы» нам всем хотелось испытать то, что мы видели в кино, особенно сцены, вроде той, где Нео пытается перепрыгнуть с одного здания на другое. И «Город героев» дает вам такую возможность. Самое забавное это то, что хотя каждый персонаж игры может летать, стрелять с густками энергии из пальцев и знает боевые искусства, большую часть времени игроки просто тусуются с друзьями и болтают. Почти с самого начала мы придумали место под названием «Вечеринка Парагон». Это ночной клуб, где вы ничего не делаете, кроме как нажимаете на кнопки и потом смотрите, как ваш герой танцует. Для некоторых это неплохой способ скоротать вечер дома. Другие зевают вместе со своим персонажем. Виртуальная реальность перемещается от кино к видеоиграм. Я верю, что лет через 30 будут люди, которые будут в ней жить. Писатель Дэвид Айк опережает время по крайней мере лет на 30. Он уверен, что мы живем внутри Матрицы и даже написал об этом книгу. Я часто спрашиваю у людей, глядя на мир, вы видите все, на что смотрите? И мне отвечают, что да, но это не так. Как сказал один ученый, люди слепы. По мнению Дэвида, мир вокруг нас не настоящий, а голографическая иллюзия, как та, что мы видели в Матрице. Выйдя из кинотеатра, Дэвид понял, что его жизнь изменилась навсегда. Фильмы о Матрице очень помогли мне в общении. Вместо того, чтобы объяснять в природу иллюзорной реальности, я теперь могу просто сказать, посмотрите Матрицу. Так же, как в Матрице, мы живем в иллюзорной реальности, которую принимаем за действительность. На самом деле, это иллюзия, навязанная нам теми, кто хочет нас контролировать. По версии Дэвида, мир контролирует группа избранных. Возможно, они похожи на ящеров, но не будем об этом. Важно то, что они угнетают человечество, заперев его в иллюзорном мире Матрицы. Когда мы вырвемся из Матрицы, из этого голографического интернета, который питает нас иллюзиями, тогда мы поймем, что живем в тюремной камере и просто не видим решеток. Конечно, если мир нереален, то законы физики тоже. Эта стена твердая только потому, что глубоко-глубоко на уровне подсознания нам внушили, что она твердая. С точки зрения физики, она не может быть твердой. Она состоит из атомов. Обратимся к ученым? мэй. Они говорят, что это атом? И они говорят, что это? Лично я не верю, что живу в Матрице. Мне кажется, если человек считает, что живет в Матрице, ему нужны лекарства. Врачи называют это паранойей. Далее в программе. Сцена с близнецами и парень, решивший стать женщиной. Нет, не этот. Вот этот. Меня спасла Матрица. Когда Матрица вышла на экраны в 1999 году, режиссеры фильма были практически неизвестны. Так каким образом скромным братьям удалось воплотить это мессианское апокалиптическое видение будущего? Это люди-загадки. О них мало что известно. Я не знаю о них ничего, кроме того, что они стали богатыми людьми. Они любят комиксы и ненавидят публичность. Вот что нам известно. Одного зовут Энди, второго Ларри. Они из Чикаго. Братья Бачевские выросли на японских мультфильмах и гонконгских кино с драками в стиле Квентина Тарантино. Могу представить, как они сутками сидят в темной спальне и читают комиксы. Мне кажется, это скорее такие ребята, чем продавцы, рекламирующие товар. Их первое кино не имело ничего общего с научной фантастикой. Хотя, как и в «Матрице», там было много кожи. Их первый фильм называется «Узы». Это триллер о лисбийском ограблении. Неплохой фильм. И они перенесли его стиль в «Матрицу». Но откуда неизвестные режиссеры взяли деньги, чтобы реализовать свой виртуальный проект? Братья Бачевские заинтересовали Джоэла Силвера, а он влиятельный голливудский продюсер. Джоэл Силвер заставляет людей трепетать. Он, Брукхаймер и Спилберг ведущие продюсеры Голливуда. Он проникся идеей, и я думаю, именно он выбил деньги. Уорнер Бразерс отстегнули 63 миллиона. А остальная история. «Матрица» была международным хитом, а братья вновь исчезли из поля зрения публики вплоть до премьеры второго фильма «Матрица. Перезагрузка» в 2003 году. Это Энди, а это... Эй, неужели это Ларри? Сначала, получив фотографии, мы были в недоумении и никак не могли понять, что за неудачная фотография. Такое впечатление, что у него помада на губах, а эти кольца в ушах. Он был похож на маму Вачовских или на уродливую старшую сестру. Это было так странно. Мне кажется, в перерыве между «Матрицами» Ларри решил, что хочет быть миссис, а не мистером. Это было либо до операции по смене пола, либо после. Не помню. Но тот факт, что Ларри считает себя Линдой, не умаляет гениальности Вачовских. В Голливуде на такие вещи не обращают внимания. Между гениальностью и безумием всего один шаг. Когда они появились, у них были наработки, у них был сценарий, концепция. Вот наша история, вот комикс, который мы написали, чтобы объяснить концепцию «Матрицы», то, как все будет. Они пришли подготовленными. Они знали, что им нужно. Это японский мультфильм 1995 года «Призрак в раковине». И не говорите Вачовским, они его видели. Если посмотреть аниме, особенно «Призрак в доспехах» и «Акуру», вы увидите, что у них много общего с «Матрицей». Вачовские черпали вдохновение в японских комиксах «Манго» и снятых по ним мультфильмом. Они хорошо их изучили. После выхода «Матрицы» фанаты аниме возмущались тем, что Вачовские украли идеи и заимствовали элементы «Призрака в доспехах». Вы здесь, майор? Да, я вас слышу. Есть несколько интересных и интригующих параллелей. Там тоже есть персонажи с компьютерными имплантатами на затылке. Есть сцены, где люди перепрыгивают с одного здания на другое. Сцены, где люди прячутся от пуль за колоннами. Некоторые говорят, что темные очки тоже взяты из «Призрака». На самом деле, персонажи мультфильмов носят очки, чтобы сэкономить на анимации, не рисовать, как они моргают. В «Матрице» персонажи носят очки, опять же, для того, чтобы не было видно, как они моргают, что вполне естественно при вспышках от выстрелов, потому что у них должен быть крутой вид. И нам не нужно искать доказательства. Вачовские предоставили их сами. Представляя проект продюсерам и актерам, они показали им «Призрак в доспехах» и «Акуру» и сказали, «Это то, что мы хотим сделать, но с живыми актерами». «Окно! Огонь!» Режиссер «Призрака в доспехах» Мамору Осии сказал, «В заимствовании идей нет ничего плохого, если вы создаете из них что-то новое и уникальное. Если сравнить «Призрака» и «Матрицу», очевидно, «Матрица» не копирует его полностью. Они сделали много интересного и отнеслись к материалу с уважением. Основа действительно заимствована, но в кино много того, чего нет в мультфильмах. Итак, братья Вачовские черпали вдохновение в Японии, но главного героя они стали искать в Голливуде. Им нужен был кто-то чисто выбритый, приятный наружности, способный сыграть роль мессии, кто-то вроде Киану. Киану выбрали, чтобы сделать фильм кассовым. Им нужен был симпатичный актер. Судя по предыдущим фильмам, особого актерского таланта у Киану нет. Он не очень интересен в размеренных драмах с неторопливым сюжетом, но когда вокруг него что-то происходит, и он оказывается в роли бедняги, попавшего в водоворот событий, на него приятно смотреть. Он тихий, спокойный, сконцентрированный. Некоторые говорят, что он похож на манекена. Я бы сказал, что он привносит в кино некую нереальность. То, как он ходит в этом длинном черном плаще, его отношение к технологиям, его неуверенность в ситуации, в которой он оказался. Это все его конек. Выбор был удачный, но при этом неожиданный. Уверенно многие думали, Киану Ривз? Никогда. Киану Ривз снялся в Джонни Мнемонике, похожем на Матрицу, в смысле идей. И этот фильм с треском провалился. Я не знаю, почему братья Вачовские выбрали парня из Джонни Мнемоника, но они его выбрали и не прогадали. Киану Ривз в главной роли это умный ход, потому что он привлек огромную женскую аудиторию. Обычно женщины не ходят на научно-фантастические фильмы. Киану Ривза навеки запомнят, как Нео, так же, как Уильям Шэтнер, навсегда останется Кирком. И это забавно, потому что, мне кажется, у них сходный актерский стиль. Экранные драки были всегда, но Матрица равносильно черному поясу в боевых искусствах. Взяв надоевший всем боевик решительным ударом Скорпиона, Вачовские перебросили его в Новый век, замерев на мгновение в воздухе для большего эффекта. Фильм о кунг-фу, кино о кунг-фу, кино о кунг-фу. Подобные фильмы уже снимали на Дальнем Востоке, но в Голливуде зрители увидели такое впервые. Представляю, какая паника охватила тех, кто снимал боевики, когда они увидели Матрицу, потому что какие бы драки они ни поставили, Матрица все равно была лучше. Многие заинтересовались боевыми искусствами именно благодаря Матрице. В какой-то степени Матрица возродила кино с боевыми искусствами. Она показала, как сочетать великолепную трюковую работу с передовыми технологиями киноиндустрии. Те фильмы, которые начали снимать в Китае, Дом летающих кинжалов и другие, возможно, они появились бы и без Матрицы, но именно Матрица показала, как это делается, научила ценить работу на тросах и так далее. Эдриан и Нил Реймонты, два британца с черными поясами по боевым искусствам, сыграли в Матрице перезагрузка. Благодаря своему профессиональному опыту они идеально подходили для этих ролей. До этого они работали в сериале «Лучшие дома», где у них были ежедневные стычки с ведущей Кэрол Вордерман. Мы знали жанр кино, мы знали, что там будет много боевых искусств, и у нас была пара трюков. Через две недели нам позвонил агент и сказал, что нас взяли в следующую Матрицу. Что? Но получить роль это только начало. Дальше сложнее. Вместе с другими актерами братья прошли интенсивный курс тренировок. Никто из актеров не занимался боевыми искусствами до Матрицы. Для них все было в новинку, и им здорово досталось. Были и ведерки со льдом, и ушибы, и растяжение, и каждодневный массаж. Говорят, как-то раз Киану полдня пролежал в ванне со льдом. Так и было, и все из-за тренировок. Все актеры очень много тренировались. Даже нам с нашим опытом было нелегко. Ванна со льдом? Ох уж эти голливудские звезды и их прихоти. Что бы подумал светилы боевых искусств Йен Ву Пинг? Он привнес в Матрицу свой знаменитый стиль ушу. У нас была возможность работать с такими хореографами, как Йен Ву Пинг, которые специализируются на ушу, и он привлек своих ребят, работающих в том же стиле. Мы также занимались кикбоксингом. боксом. Да, боксом. Джитсу. В современных боевых искусствах важно знать несколько стилей. Итак, с драками ясно. Что еще революционизировали братья Вачовски? Как насчет голливудской погони на машинах? Матрица-перезагрузка по праву гордится одной из самых зрелищных погонь в истории кинематографа, не уступающей тем, что мы видели во французском связном или в пуле Стива МакКуина. Прежде всего, нужна была дорога. Им не разрешили перекрыть крупную магистраль ни в Штатах, ни где бы то ни было, потому что они все перегружены. Все, кроме той, что в Огайо. Но относительно пустые магистрали Огайо показались им слишком маленькими, и они отправились в Калифорнию, где есть закон «Не можешь найти? Тогда построй». Производственная бригада построила шестиполосное шоссе на закрытой военно-морской базе «Аламеда» в Сан-Франциско. Они переделали под шоссе взлетно-посадочную полосу. Это решило много проблем, потому что у нас был полный контроль. У нас были здания, мы открыли автомастерские. Места было достаточно. При длине в 2,5 километра шоссе стоимостью в 30 миллионов голливудских долларов вмещало до 170 машин. Здесь остались десятки кадиллаков, которые систематически разбивали на протяжении трех месяцев съемки. Нам не нужно было перекрывать движения, волноваться о пешеходах, о потерявшихся собаках и о чем-то в этом роде. Мы полностью контролировали ситуацию. Сцена погони помогла раскрыть персонаж Тринити. В Голливуде, где доминируют мужчины, женщинам редко удается блеснуть в ярких сценах в стиле экшен. Это Дебби Эванс. Она дублирует женщин в сценах на мотоцикле. Она сыграла Тринити там, где трюки выходили за пределы возможностей Кэрри Энн Мосс. Кэрри Энн научилась водить мотоцикл перед съемками в фильме. В фильме есть кадры с ней, но в большинстве сцен снималась я. Сначала режиссеры хотели сделать все на компьютере, потому что трюки были очень сложными. Но координатор трюков Р.А. Рондел убедил их в том, что практически все можно сделать вживую. В сцене столкновения разбиваются настоящие машины, причем сразу все это не монтаж. Обычно такие вещи делают в несколько дублей. Мы выполняем один трюк, снимаем его, потом делаем другой, потом все это монтируется вместе. Но в данном случае все семь или восемь машин столкнулись одновременно. Сейчас многие режиссеры предпочитают делать такие вещи на компьютере, хотя во многих случаях такой необходимости нет. Когда зрители видят, что трюк компьютерный, мне кажется, многие теряют к нему интерес. Это так называемая большая заварушка. Главная драка фильма, где Нео дерется со все увеличивающимся количеством агентов Смитов. В первом фильме Смит был программой, которая работала на Матрицу, но его программа мутировала, он вышел из-под контроля системы и теперь способен копировать себя, поражая другие программы. Другими словами, он превратился в компьютерный вирус. Этот человек не похож на Киану, возможно, ему даже не идут темные очки, но у него сходная работа. Он тоже борется с вирусами. В Матрице агент Смит копирует себя миллионы раз в точности как компьютерный вирус. И, конечно, Нео, персонаж Киану Ривза, борется с ним как антивирус. Его задача победить вирус и уничтожить все его копии, иначе битва проиграна. То же самое делают компании, уничтожающие вирусы. Заходя в интернет, вы сталкиваетесь с тысячами вирусов. Мы пытаемся очистить компьютеры, сделать интернет безопаснее. Проблема вирусов появилась в середине 80-х, и она становится все серьезнее по мере того, как число подключенных компьютеров растет. Каждый день появляются все новые вирусы, злокачественные комбинации, создаваемые для того, чтобы украсть у вас деньги или информацию, или просто шпионить. В наши дни насчитывается более 100 тысяч компьютерных вирусов, и каждый месяц появляется до полутора тысяч новых. Большинство из них не распространяются сами, но некоторые распространяются. И когда вы подключаете незащищенный компьютер к интернету, я даю 50% на то, что вы подхватите вирус в течение 12 минут, даже если не будете заходить в электронную почту и на сайты. Подцепить вирус можно просто, подключившись к интернету. В Sofas Labs есть специальный компьютер, прозванный горшком с медом, который притягивает вирусы из интернета. Для человека это скучный старый компьютер, но для вируса настоящая красотка. Компьютер получает информацию, но заражения пока нет. А вот и он. Это вирус. Посмотрите, сколько усилий он прилагает, чтобы заразить другие компьютеры. Как автоматная очередь. Он идет по списку компьютеров, подключенных к интернету, пытаясь в них проникнуть, как град по жестяной крыше. Если его не уничтожить, этот компьютер попытается заразить другие части интернета. То же самое сейчас происходит во многих компьютерах. Успешные фильмы, такие как «Матрица», несомненно влияют на жизни людей. Но иногда люди изменяют идеи в своих интересах. «Матрица» идет по опасному пути из-за ярких сцен насилия. Я хочу сказать, поэтому мне понравился этот фильм, поэтому он понравился многим. В США было несколько случаев, когда люди пытались оправдать преступление, ссылаясь на фильмы о «Матрице». 19-летний Джошуа Кук хладнокровно убил своих родителей. Он носил длинный черный плащ, имел плакат с «Матрицей» в спальне и купил пистолет, похожий на тот, что был у Нео. Его адвокаты утверждали, что он убил родителей, считая, что живет в «Матрице». Они построили защиту на невменяемости обвиняемого. Вашингтонский снайпер Ли Бойт Валбо также винил в своих действиях «Матрицу». На стенах камеры он написал призыв освободиться от контроля «Матрицы». Мы живем в больном обществе, где люди ищут оправдания буквально во всем. По-моему, обвинения в адрес «Матрицы» равносильны заявлениям о том, что так велел Бог. Да, кино и идеи влияют на мировоззрение людей, но решение принимаем мы сами. Это наша вина. И когда человек говорит, что убил 15 человек по вине Киану Ривза, я не думаю, что это его куда-нибудь приведет. Смотрите после рекламы может ли продолжение быть таким же хорошим, как оригинал. И налейте воды, чтобы запить лекарство. Синяя или красная? Меня спасла «Матрица». Итак, давайте скажем правду. Первая «Матрица» понравилась всем, и все предвкушали появление второй и третьей «Матрица-перезагрузка» и «Матрица-революция», которые вышли в прокат в 2003 году. Оправдали ли они ожидания? «Матрица» была главным научно-фантастическим фильмом 1999 года, и она заняла интересную позицию. С одной стороны, она была на гребне нового столетия, с другой, к моменту выхода, продолжений, фильм успел устареть. Там была музыка 1999 года, стиль 1999 года. Продолжения были длиннее, изощреннее, дороже и напыщеннее. Тем не менее, люди вдруг начали чесать головы, пытаясь вспомнить, что же им понравилось в начале. «Первая Матрица» мне понравилась. Там много того, что я мечтал увидеть в кино на протяжении 20 лет. И даже в концовке фильма заложен огромный потенциал. Чем все это закончится? Это мог быть фильм о супергерое, или фильм в духе Джеймса Камерона, или вообще что-то новое и необычное. А в результате мы увидели людей, которые сидят и разглагольствуют. Лично меня это не порадовало. «Матрица» перезагрузка тоже была неплохой. Там были отличные драки, особенно та, где 100 агентов Смитов дерутся с Нео. Но в конце, когда появился архитектор и началась та волынка, я понял, да, это что-то не то. Хороший вопрос. Красную или синюю? Красную или синюю? А какая, какая? Таблетка – это билет в другой мир. Но что есть реальность? А что вымысел? Или сон? Я не могу ответить на этот вопрос. Мы его и не задавали. Синяя таблетка или красная? Я бы принял обе. О, Боже. Честно говоря, я бы выбрал синюю. Да, я трус. Мне здесь нравится. Я не хочу жить под землей, чтобы меня кормили машины. В конце концов, что приятного в правде? Каша, грязь, рваная одежда, жизнь под землей, где нет никаких развлечений, кроме танцев. Дискотека мне понравилась. Я знаю, знаю. Киану Ривз просто не мог там остаться. Ведь если ты избранный, выбора у тебя нет. Как только он узнал правду, он должен был действовать, спасать планету и так далее. Что он и сделал. Мы никогда не узнаем, что случилось бы, если бы Нео принял другую таблетку. Ясно одно, кино было бы скучным. Субтитры создавал DimaTorzok,